Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди. Фондовый рынок давно не соответствует реальному положению вещей. После раздутого техно-пузыря пришел пузырь недвижимости. Теперь мы живем в эпоху пузыря печатного станка. Это начало депрессии масштабов 1929 года. Более 46 миллионов американцев временно или навсегда потеряли место работы с начала пандемии. Больше 100 тысяч мелких предпринимателей в тот или иной момент не работали с первых локдаунов и до сегодня. Американские потребители просрочили платежи по кредитам на сотни миллионов долларов. Состоянием на середину июня таких просроченных кредитов было более 106 миллионов штук. Это экономический кризис невиданных масштабов, но все экстремальное еще впереди. Ко всему прочему, этот год, как вы знаете, для Соединенных Штатов является выборным. Все мы знаем, что для предвыборной гонки достаточно одной искры, чтобы превратиться в политическую нестабильность и новые протесты. Они прикрывали фейковую экономику более 10 лет с момента крайнего финансового кризиса с помощью накачивания рынков напечатанными деньгами, которые дарили своим друзьям-банкирам. Одна из целей пандемии это прикрытие. Прикрытие, чтобы подарить триллионы долларов этим друзьям-банкирам из списка систематически важных банков. Прикрытие, чтобы распилить огромные деньги через компанию здравоохранения для разработки вакцины, которая нам не нужна. Прикрытие, чтобы финансово помочь крупным корпорациям совершить обратный выкуп акций и раздуть огромные деривативные рынки еще больше. Банкиры, накачивающие бесплатными деньгами рынки, не помогают экономике, но увеличивают инфляцию тех вещей, которые нам, простым людям, необходимы. Кровь, еда, медикаменты и образование. Эта пандемия заставила людей переосмыслить многие вещи, в том числе и то, где именно они хотят жить. Некоторые неожиданно для себя проснулись с вопросом, а не время ли прямо сейчас покинуть большой город. На самом деле, огромные толпы людей уже это делали еще до начала пандемии. Те, кто уехал, навряд ли захочут возвращаться обратно. Уровень преступности с начала этого года начал расти, а стоимость жизни готовится взлететь в небеса. Если вы владелец жилья или бизнеса в большом городе, то сейчас у вас полно проблем. Штаты открылись после карантина, чтобы опять закрыться. Рестораны, бары, шоппинг и так далее. Страна все еще переживает мятежи и протесты. Городские услуги за время локдауна деградировали. Полицию уже хотят лишать финансирования. На улицах городов стало небезопасно. Налоги на недвижимость и жилье скоро из сумасшедших превратятся в нелепые, в плохом смысле этого слова. Именно поэтому те, кто может, уже сделали выбор в пользу маленьких или средних населенных пунктов или пригородов. На этом этапе напряжение настолько возросло, что 34% американских граждан верят в то, что на протяжении следующих 5 лет возможна гражданская война. Каждый третий это сказал. Пандемия заставила многих людей работать на дому и многим это понравилось. Они готовы оставить в прошлом высокие арендные платы, если их отдаленная работа продолжится. В современном мире жизнь в большом городе сильно переоценена. Платить такие деньги за то, чтобы жить в муравейнике? COVID-19 превратил этот муравейник в больших городах в тюрьму с комендантским часом. Учитывая внезапную возможность работать на удаленке, многие сотрудники избегают городов. Город это сверхпереоцененная дорогущая коробка. И если у вас есть возможность уехать, сохранив ту же зарплату, о чем вообще думать? Так что множество и богатых, и людей в среднем достатке покидают большие города. Это приводит к буму на недвижимость в пригородах, малых городах и даже селах. Сейчас нет никакого резона покупать недвижимость в больших городах. В ближайшее время там все будет только хуже. В большом городе очень трудно продать дом или коммерческое помещение без значительной скидки. Это может привести к удешевлению недвижимости в больших городах. Шокирующая статистика показывает массовую миграцию из городов в пригород, в то время как коммерческий рынок недвижимости входит в фазу идеального шторма. Больше всего пострадали и пострадают те, кто купил дорогую или требующую ремонта недвижимость и начали свой малый бизнес, вложив в это все свои сбережения. Они страдают в окружении соседей, которые готовы закончить их страдания за суммы в разы ниже, чем было ими потрачено. Скачок в преступности ожидаемо приведет к переезду еще большего количества жителей из Нью-Йорка в кантри-сайт. Нью-Йорк, к примеру, получает деньги благодаря фондовой бирже и туризму, но последний уже чувствует себя плохо. Чтобы компенсировать дыру в бюджете, вызванной этой проблемой, городу придется поднять налоги, а это заставит, в свою очередь, еще большее количество людей выезжать. Особенно из Нью-Йорка, где к тебе может пристать полицейский только за то, что ты остановился поболтать с другом. Отток населения из больших городов будет воистину масштабным. Люди должны понять, как это круто, иметь имущество за городом и жить вдалеке от городского внутреннего хаоса. Иметь свободное время, а самое главное пространство для своей семьи. Друзья, не забудьте поставить лайк, как вы знаете, Ютуб перестал продвигать мои видео, и их смотрит только та аудитория, которая сама находит ролики, то есть вы. Эти видосы отнимают множество времени и усилий, вы даже не представляете сколько, и последнее время я нахожусь на грани. Только ваши активности поддерживают меня и мой канал в этой ситуации. Давайте наберем 3000 лайков. Если у вас есть какие-то площадки, где можно было бы разместить этот ролик, я был бы очень признателен вам за это. Большое спасибо за поддержку. Большие города больше не безопасны. Кроме протестующих, вирусов и толп бездомных, которые отстроили уже целые лагеря, мы имеем еще и эту тревожную атмосферу неизвестности и страха. Эти города даже не могут понять, что люди прямо сейчас принимают решение. Если они действительно не хотят, чтобы налоги на недвижимость вошли в коллапс, им нужно постараться не допустить победы протестующих. На самом деле люди прозревают. Экономический коллапс и шопинг в интернете делают магазины и супермаркеты ненужными. По факту, магазины и супермаркеты это уже прошлое. Пандемия ковида просто ускорила процессы эволюции, которые должны были произойти за десятки лет. Это уже носит название прямой ускоренной эволюции. Это ускорится еще быстрее, когда работники офисов, которые поддерживают бизнесы, исчезнут с улиц, а значит станут безработными. Джефф Безос, генеральный директор Амазон, счастлив терять клиентов из-за семантического выражения «все жизни важны». Одновременно с этим увольняет сотрудников за требования обеспечить их защиту от коронавируса. Он снижает зарплаты и увольняет, но есть еще те, кто считает его героем. Что с этим миром не так? В 50-х годах прошлого столетия была массовая миграция населения в пригороды. В 70-х эта тенденция наконец-то поменялась. А теперь я хочу вставить отрезок речи одного американца, который больше похож на крик души. Слышно, как ему наболело за свою родину. Послушайте обязательно. Цифровой управляемый рынок, цифровые управляемые золото и серебро через сертификаты. Поощрить страх перед вирусом, дефинансировать полицию и найти Антифу. Открыть розничную торговлю, но обслуживать только ограниченное число клиентов. Закрыть все дома за очередной бонусный чек помощи. Печатать фантики ФРС. Убить покупательную способность ваших тяжело заработанных денег. Закрыть маленькие магазины, но оставить работать гиганты Амазон и Вальмарт и другие крупные магазины. Монополия работает хорошо только для миллиардеров. Похоже, нас стыдят за то, кто мы есть как держава, и за все испытания и жертвы, которые люди принесли за нее. Они говорят, что нам должно быть стыдно за нашу историю и республику, которую мы строили на протяжении двух столетий. Что нам нужно стереть нашу историю и не изучать ее в школах. Да, мы далеко не сахар, но и не хуже множества остальных наций в мире. Я боюсь, что мы станем слабыми и потеряем страну. И похоже, это именно то, чего они добиваются. Нас уничтожают изнутри. Мне грустно за нас, что мы потеряли гордость за Америку. Наши враги видят нас слабыми, и когда мы станем еще слабее, нас атакуют снаружи. Я смущен и опечален тем, что с нами стало. А стирание нашей истории – это только начало нашего падения. Я боюсь, что все станет еще хуже. Возможно, нам стоит понять главное значение Дня Независимости 4 июля, и это не салюты. Памятники людям, которые дали нам независимость, теперь убираются и уничтожаются. Мы потеряли наш хребет и превратились в бесхребетных плаксивых людей, которые хотят признания, но не хотят работать. Нас разделяют те люди, которым мы доверили задачу нас объединять. Речь о единстве, которое уже давно отравлено нашими собственными политиками и медиа. Политик должен был быть нашим служащим, представителем нашего народа. Но вместо этого мы позволили им создать свое маленькое общество со схемой быстрого обогащения. И сегодняшняя ситуация в мире – результат этого. И хотя это говорил американец, я более чем уверен, что те же слова повторил бы любой представитель любой другой национальности. Потому что все мы – люди, которых одурачила элита, которых столкнула элита. Может, хватит уже быть одураченными? Меня зовут Богатейший Ди, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте и обязательно богатейте. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok